Кубачинские изделия на протяжении многих веков завораживают людей своей красотой и оригинальностью во всех уголках мира. Так и сегодня ценители этого ремесла собрались в выставочном зале Дагестанского аула лично выразить восторг кубачинским мастерам. Своим восхищением отзывами поделится и наш корреспондент Диана Мирахмедова. В музее-заповеднике, этнографическом центре Дагестанский аул, состоялась выставка молодых ювелиров Дагестана. Экспозиция организована поэтом и ученым Саидом Ниналаловым под руководством Министерства культуры и Министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. На ней представлены работы 25 ювелиров, женские украшения, оружие, посуда, сувенирная продукция и многое другое. Дагестан – это уникальный край, который смог сохранить основные формы развития традиционной культуры Дагестана и, конечно, здесь не исключение ювелирное искусство. На выставке представлены работы как опытных золотокузнецов, так и молодых ребят, что продолжают традиции своих предков. Самому молодому участнику выставки 14 лет. И, как оказалось, молодые ремесленники ничуть не уступают старшему поколению. Помимо ювелирных изделий, на выставке представлены вышивки учениц Кубачинской школы искусств. Каждая из девочек представила несколько своих работ, выполненных золотыми нитками. Эти работы мастера смогут в дальнейшем перенести на металл. Изделия кубачинских мастеров издавна хранятся во всех музеях России и даже за рубежом. Но вот мало кто знает, что не отстают в своем мастерстве. И кубачинки, женщины, заставляя говорить языком искусства простой белый материал, такой, как обычно мы носим, который до сих пор в нашем селении носится повседневно. Посетили выставку и почетные гости, среди которых министр по туризму и народным художественным промыслам Магомед Исаев, замминистра культуры Мурат Гаджиев и многие другие. Неравнодушной осталась и молодежь республики. Мне очень приятно, что наши дагестанские ювелиры могут показать свои работы. И люди приходят посмотреть, то есть им не безразлично, им интересно то, что делает наш народ. Мне очень приятно, я знаю, что мальчик 14 лет сделал очень красивую работу. Мне приятно, что с самого детства люди начинают заниматься чем-то, и это им нравится. Выставка состоялась в рамках проекта «Традиционные ремесла. Прошлое и настоящее» и продлится до 24 июня. Диана Мерахмедова, Магомед Магомедов, Новости 24, Махачкала.